здравствуйте девочки и мальчики с вами опять ненадоевший техно шаман и шарлатан ману корнелл ну и продолжая тему партизана фона погрузимся все-таки в начало самой теории что я хочу сказать в предисловии то что расхожее мнение от простого к сложному это полная чушь вранье и подмена понятий потому что нет ни простого ни сложного есть то что мы хотим все увидеть представить потом мы наводим резкость и различаем все больше и больше деталей так вот и сегодня я покажу именно такой подход мы от очень очень общего начнем потихонечку потихонечку детализировать и придем к вполне себе конкретным инженерным расчетом погнали но прежде чем искать дата шит давайте узнаем что же у нас за деталь сейчас я не буду конечно тупо там вбивать в google туда-сюда вот примерно подобный модуль это не тот что у меня но плюс минус короче такой же той же версии вот у нас есть алиэкспресс мы на алиэкспрессе всегда можем посмотреть какие-то минимальные его характеристики и так далее но тем не менее иногда здесь бывает ссылка на заташит чаще всего конечно такой ссылки нет увы и ах поэтому приходится искать 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 гуглить 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 и рано или поздно ищите добре ищет например я нашел целую кучу вот вайринг сразу с ардуино это нам все пригодится кстати в конце концов нашел некий документ достаточно интересный вот который именно от производителя этой самой нашей платы и происходит это чем важно потому что ну кому тогда верить как не производителю и а сейчас я тоже уже не буду сильно вот мы сейчас переместимся сразу на нужную страницу я там уже нашел необходимые мне данные вообще данных здесь еще много и дата шит мы к нему еще будем возвращаться неоднократно потому что сейчас наша задача только лишь спроектировать в крупных мазках что же мы хотим получить и так давайте блочно прикинем что же мы хотим получить вот у нас будет первый модуль например да будет модуль gsm с антенкой вот такой вот дальше у нас естественно нужен нам модуль который будет питать то есть батарея дальше нам нужен модуль который будет заряжать батарею дальше помним есть у нас ручной генератор назовем его индуктор оба и крутим и хотелось бы конечно модуль который бы мог заряжать какие-то гаджеты и так далее то есть некий модуль выполняющие функции powerbank а теперь надо это все соединить естественно это у нас будет переменный ток это заземлено на минус здесь у нас конечно же переменный ток порядка где-то ну в среднем 80 вольт мы крутим ручку через контроллер зарядки заряжаем батарею батарея питает все это хозяйство 5 вольт и не менее двух ампер для зарядки каких-нибудь гаджетов вот осталось определить емкость вот этой вот батареи что еще здесь еще здесь потребление среднего тока от режима батареи в разных режимах то есть у нас есть режим сон режим ожидания режим вызова режим обмена данными будем считать что сейчас нас интересует только лишь телефонный режим и так вот сразу смотрим значит если у нас модуль заснул а чуть выше я покажу что это означает slip молд что точно это означает то будет он потреблять ну в разных режимах опять же конфигурации мы к ним тоже позже придем и рассмотрим более подробно сейчас просто посмотрим что здесь у нас он практически ничего не потребляет вот сама даже вот такое самое большое значение но это смешно вот больше нас интересует конечно же режим ожидания будем смотреть на средний ток вот допустим у нас в принципе сейчас телефоны работают либо на этом диапазоне либо на этом над будем смотреть что где-то 139 137 возьмем 150 миллиампер перенесем в таблицу те данные которые нам известны из до отшита ну например напряжение мы знаем что у нас плата устойчиво работает при четырех вольтах вот буду и так использовать дальше мы знаем что у нас ток платы потребления в разных режимах то есть слип когда она совершеннейшим образом только лишь принимает сигналы о том что будет то есть что кто-то пошлет сообщение или устанавливает соединение потребляет наименьшее количество ток согласно для тоши ту 2 миллиампер а есть состояние айдол когда включена уже прошивка и она готова абсолютно работать под этаж это это примерно 25 миллиампер ну и соответственно состояние звонка когда непосредственно происходит вызов и разговор и здесь от 150 миллиампер и что самое интересное там дальше сказано что максимальное потребление оплаты может быть и 2 ампера вот на это я понимаю что в случае если у нас включен одновременно gprs и и звонок и так далее но я думаю что следует взять просто усредненное значение и просто вот от этого отнять это и разделить на два и получить средний ток разговора в миллиамперах как бы чтобы вот и и так нас на самом деле интересует что но интересует вот эти токи которые я выделил батарея какая же нам для этого всего нужна батарея вопрос еще тот насколько мы хотим чтобы работал наш девайс ну давайте прикинем если в принципе средний дата какой-то повар банк бла-бла-бла имеет емкость ну пусть будет 10000 миллиампер часов кстати не нужно забывать о таком коэффициенте использования батареи штука хитрая но кому интересно можно загуглить справочниках суть в чем что учитывая всякие потери он примерно равен одному и четырем просто давайте просто будем сейчас здесь учитывать ибо если мы сюда закачали 10000 миллиампер часов значит мы потратили больше с ним все равно меньше вот о чем говорит коэффициент и нам для расчетов это более чем достаточно давайте посмотрим а сколько времени проработает цвета штукенция на при разных собственно токах и вот при вот такой вот емкости очень просто естественно нужно никакой высшей математики да все это разделить вот делим я еще пока не понимаю чем мы там получаем в результате вот как я говорил этот коэффициент до его тоже надо ввести значит мы что делаем еще и делим на вот этот коэффициент то есть во все формулы надо добавить еще и вот такую штуку вот с b11 для того чтобы именно более менее приблизиться ну сейчас мы посчитали что миллиамперы к миллиамперам в часах это у нас количество часов соответственно в сутках у нас 24 часа что-то много да давайте еще добавим дней вот что-то у нас уже такое но и округлим давайте округлим это значение скажем на 2 знаков и это у нас дней то есть в режиме в режиме потребления 2 миллиампера до в реальности это невозможно практически но тем не менее все равно цифра внушительная более чем четыре почти пять месяцев в принципе если по такому телефону никто не разговаривает он даже при вот таком значении емкости уже достаточно долго может ожидать ну в реальности конечно же я думаю что это время навряд ли будет превышать трех месяцев но согласитесь тоже это внушительно так давайте преобразуем эту формулу тоже на ту же включим округление и до разделим сразу на 24 и округлять будем тоже до двух ой до округлялись смотрите когда получается у нас на этом уже дней то есть что у нас происходит значит получается что вот в этом режиме находясь непрерывно что невозможно но тем не менее допустим залип телефон все равно 11 дней в этом режиме может находиться и точно так же активно принимать звонки ну и дальше здесь что у нас происходит тоже подгоним количество знаков после запятой ну а здесь у нас исключительно в часах то есть в режиме разговора чтобы проговорить вот эти все десять тысяч миллиампер часов при среднем покрытии нам нужно семь часов мне кажется что это более чем вменяемые показатели да да такая цифра конечно же меньше чем нужно чтобы это было паэрбанком ну давайте тогда увеличим вдвое вот это вот мы конечно получим здесь показатели увеличены вдвое но это сейчас не совсем важно важно совершенно другое теперь осталось понятие какие же нам батареи нужны ну и для этого нам нужно пойти на алиэкспресс на китайский базар и вот мы на алиэкспрессе ну я сразу буду смотреть литий-эфером полимерные аккумуляторы почему потому что ну во первых их тактико-технические характеристики больше подходят для данного использования опять же теория всех этих аккумуляторов кому интересно можно загуглить если идет речь и строить прибор с говна и палок то можно использовать любые другие но тут есть небольшой момент и допустим форм-фактор который я хочу использовать он 65 миллиметров в высоту вот такие вот небольшие бочоночки они длинные классические элементы вот то есть у 32 700 у них гораздо все хорошо и вот значит смотрим что ну средняя распространенная 6,5 и около в районе 5 долларов оно стоит вот а есть вот смотрите на 100 ампер часов но они здоровые на самом деле и ценник у них тоже жесткий смотрим что есть 3,5 но это конечно маловато нам дело в том что корпус на самом деле не настолько велик к сожалению поэтому тут еще придется по извращаться но тем не менее 6 500 миллиамбер за вменяемые деньги вполне себе ну что же примерно цен прикинули возвращаемся к таблице и записываем что у нас например в юнит одной батарейки составляет 3,4 вольта емкость юнита составляет 6 500 миллиампер часов а теперь будем над этим горько горько плакать как говорится пытаясь скрестить ежа сужом нам нужно узнать какое количество собственно батарейка юнитов нам нужно потому что он зависит от многих факторов например от геометрических размеров корпуса а сколько туда влезет потому что чем больше мы запихаем тем как бы интереснее и это стоит отдельно выяснить сейчас прежде чем пойти дальше соответственно из гугла нагуглился форум некий и на нем есть классный во первых ролик а сейчас вы можете наглядно видеть переменные напряжения генерируемые индуктором во вторых разбор обзор аппарата и в третьих конечно же инструкция ссылку помещу туда куда обычно подобные ссылки помещают так что скачайте не поленитесь а мы эту инструкцию еще рассмотрим подробнее но сейчас интересует следующее здесь вот указаны габариты 222 миллиметра на 165 на 80 это для нас очень важно почему потому что мы знаем что допустим вот этот элемент который я бы хотел использовать в качестве элемента питания имеет габаритные размеры диаметр 32 миллиметра и высоту 65 окей теперь я могу примерно прикинуть сколько же в корпус телефона поместится таких элементов мы возвращаемся в табличку и так запишем размеры тогда ширина телефона у нас равна 165 миллиметров длина телефона 222 миллиметра и высота ну очевидно это внешние габаритные размеры 80 миллиметров что касается у нас размеров юнита то диаметр юнита у нас равен 32 миллиметрам а его высота равна 65 миллиметрам так замечательно так что по габаритным размерам можем сейчас прикинуть сколько же у нас юнитов по месяце и вот давайте посмотрим а значит в принципе мы помним что у нас корпус он такой вот несколько продолговатый так можно сделать да то есть мы можем выложить несколько вот так вот вдоль ибо он невысокий всего 80 миллиметров ну окей значит давайте посмотрим сколько у нас поместится при такой длине и ширине давайте в ширину посчитаем значит 165 миллиметров это у нас видимо по внешним ну давайте отнимем 10 миллиметров для того чтобы мало ли там на допуске всякие ну и соответственно разделим на диаметр вот неплохо было бы конечно это все сразу округлить вот чтобы потом уже вот мы понимаем что в ширину корпуса при идеальных условиях можем положить рядышком пять элементов очень хорошо ну теперь то же самое проделаем с длиной мы возьмем длину тоже отнимем 10 миллиметров допуска и разделим на длину конечного элемента получим 3 итак у нас 3 на 5 и quantity у нас типа влазит типа влазит да это умножить на это 15 штучек теперь давайте посчитаем а сколько у нас тогда она вот здесь вот до прогнозируемого даст нет ничего проще вот это нужно умножить на вот это о дофига но поскольку мы их будем соединять не на напряжение 3 4 вольта а как минимум на напряжение больше пяти вольт то есть здесь будет уже 6 и 8 вольта да то есть это значение мы смело можем поделить на 2 и получим мы 4 48 тысяч 750 ампер до 48 ампер часов это по прикидкам очень такое знаете ребят смелое значение вот почему потому что если мы сейчас это значение поставим вот сюда смотрите там и два года можем телефон вообще не трогать 58 дней он может находиться в режиме активного ожидания и поговорить по нему можно будет 37 часов это целий да 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 или нет да давайте посмотрим может я тут неправильно считаю еще b10 это у нас b11 и b8 да все верно 37 часов мы можем бу-бу-бу-бу-бу по телефону вот конечно это сейчас прикидочные еще раз повторяю идеальные условия которым хотелось бы прийти скорее всего у нас все это количество модулей туда не поместится и в реальности скорее всего скорее всего здесь у нас будет там но может быть там 12 модулей и наши показатели существенно упадут на но все равно они обнадеживают я бы так сказал в общем оставайтесь с нами и все должно быть относительно хорошо у